Всех приветствую! Я Рома Дивиди и на моем канале передача Вкусно Жрать! Сегодня я буду готовить самое простейшее блюдо, проще которого может быть только яичница или картошка фриги. А непосредственно я буду готовить сосиски в тесте. Зимой я готовил пирог в духовке со всякими вкусностями внутри, запечатанный сверху. В общем, кому интересно, ссылочка где-нибудь здесь появится, на эту ссылочку. Можете посмотреть. Целых полтора часа шла передача, я рассказывал как готовить пирог, мне показывал и готовил, даже в конце его попробовал. А слюнки потекли. Ну, с того случая, с того раза, у меня осталось тесто. То есть я несу тесто и взял на пирог, и у меня остался небольшой кусочек теста слоеного, который я сейчас и заму, и сделаю из него обычное, как бы говоря, тесто. Раскатаю его и заверну его с чистки и отправлю их в духовку на решеточку. Положу так, вкусненько будет, вкусненько-вкусненько. И что-нибудь еще придумаю. И соус какой-нибудь сделаю хороший. Сделаю к этому я еще и соус. Это еще не все. Сегодня, помимо всего прочего, расскажу вам попутно историю, попутно одну байку, которая совершенно недавно со мной произошла в ВКонтакте. Это будет довольно забавный рассказ. Я думаю, вам понравится. Пока буду раскатывать тесто, я думаю, успею уложиться в это время и порадовать вас определенной историей. Ну, а сейчас, что мне требуется сделать? Сейчас мне нужно, конечно же, открыть холодильник и достать необходимые ингредиенты. Первонаперво, это бутылка пива. Я думаю, на самом деле, производители пива мне должны уже платить за рекламу. Потому что я уже столько пива выпил. Так, достаем сиски. Пока только сосиски. Пока только сосиски. Если кому интересно, это сосиски. Но сосиски, самые обычные сосиски. Сосиски сливочные. 100 рублей цена. Здесь, сколько здесь сейчас разучился? Ребята, сколько здесь? 4, 8, 9. 9 сосисок. Вот. Ну, как раз на одного, на один ужин, на одного человека. Но я-то холостяк, что у меня? Я-то холостой и не женатый. Мне, в принципе, хватит. Была супруга, пришлось бы еще и супругу кормить. Ну, нет. Я вовсе не жадный. Конечно, я бы ее накормил сосиской. Ну, вы поняли. Есть. Да, в этой передаче я не матерюсь. Пошлите, я пошлю, но я не матерюсь. Потому что, в общем-то, байка как раз сейчас и начинается. Потому что эту передачу смотрят не только мои фанаты, скажем так, но еще и те, кто готовит и этих школьников. Ну, в общем, приступаем. Приступаем к раскатке теста. Я расскажу вам эту баечку интересную. Так, берем скалку. Наш, что нам пока не нужен. Берем муку. Сосиски отложим в сторону. Берем пиво. Пивасик. Так. Сперва нужно раскатать тесто. Пока я буду этим заниматься, я вам расскажу кратенькую, по-быстренькому историю, которая со мной произошла. Ну, точнее, не со мной произошла, а произошла эта история с другими людьми. Мне они ее прислали в качестве видео. Дело было так. Сижу я дома. Вконтакте мне приходит сообщение. Привет. Типа... Мука. Угу. Пшено. Мука. Ну, а теперь это точно мука. Так вот. Сижу я дома отдыхаю. У меня вконтакте приходит сообщение. Привет. Я твой фанат. Мы с братом смотрим твои видеоролики. Нам очень нравится твое творчество. Нам очень нравится то, что ты делаешь. Снимаешь обзоры по играм. Все дела. Да. Но я, как обычно, промолчал. Я ничего не ответил. Ну, я редко, когда отвечаю вообще кому-то вконтакте, очень редко не отвечаю. И, значит, чувак не унимается и продолжает к новому писать. Говорит, хочешь прикол расскажу? Я снова, значит, игнорирую. Ну, меня всегда все в игноре. Я всегда всех в игноре. Практически никого я никому ничего не отвечаю. Ну, тут, чувак, я тебе говорю базарить. Типа тебе будет ржачно и смешно. Говорит, я тебе сейчас видео пришлю. Говорит, это мой брат на видео. Я на телефон снимал его. А когда он пришел уконючить у бабушки пирог, который ты готовил, я стал снимать его на телефон своего брата. А брат у него мелкий пиздук. Говорит, мы вдвоем тебя смотрим с братом. А брат у него мелкий. Что-то мой вообще пацанчику лет 9, наверное. 8-9 лет от силы. Вообще мелкий пиздук. Ну, а посмотрел, как я готовил у вас вкусный пирог. Силочка, который вот здесь где-нибудь там. Он посмотрел, как я его готовил. Приходит, значит, бабушке. А этот старший на телефон снимает на сотик. Приходит, значит, мелкий к бабуле и начинает жалобно требовать. Бабуля, сделай мне пирог. А на какой тебе пирог сделаю? Пирожки, что ли, жареные? Тут нет, бабушка, я хочу пирожка. Тут все дела, короче. Хочу пирожок, сделай. Бабушка, сделай пирожок. Бабушка, пирожка, господи, боже мой. Я уже как пиндос какой-то американский стал разговаривать. Короче, бабушка, бабушка, сделай пирожка. Бабушка ему, внучок, ну какой тебе сделаю пирожок? Скажи, что ты хочешь. А внук ей, ну там Рома DVD готовит пирог. И я хочу такой же пирог вкусный. Бабушка, какой Рома DVD готовит? Кто это такой же, по-моему? Он говорит, кто там такой мужик, который снимает видео, делает там всякие ролики, там у него по играм типа видео на канале бывают. Пацан объясняет ей бабушке, значит, 70-летней бабушке, пацан мелкий объясняет, что такое там обзоры по играм и так далее. Бабушка, конечно, естественно в непонятках, что это за Рома такой. И что за пироги он там готовит? Она говорит, ты по компьютеру, что ли, смотришь ему? Он говорит, да, я по компьютеру его смотрю. Она говорит, сколько раз тебе говорили родители, в интернете без брата, типа без старшего не сидеть, а то опять всякой гадости, типа вон смотришься. Он говорит, нет, мой брат, ну типа там, Вадик тоже это смотрит. Бабушка говорит. Ну вот. Рома говорит, да ну пойдем, покажешь что за пирог. Вот они идут, а этот пиздюк подтяжкает, на телефон снимает. Весь диалог, вся эта картина, значит, я ржу просто. Это превосходная ржака. Я сижу, смотрю, просто начинаю уже рассылаться от этого от всего. Безительно смешно так. Значит, с бабушкой они уходят. Он идет за ним с Едом. Пришли они в комнату к ним, в детскую, где два пацанчика этих там, ноутбук и компьютер. И, короче, снова он запускает и видео, где я готовлю пирог. Получасовой вот этот видос. Где я готовил вкуснейшее пирожище. Вот бабушка, типа, мол, смотри, так Рома Дивиди готовит. Вот. А что за Рома Дивиди? Что за имя такое? Пацан ей говорит, ну его зовут Роман Сергеевич, но у него такой, типа, сценический псевдоним. Ну, блядь, сценический псевдоним, это уже я сказал. Пацан ей сказал, у него, типа, это никнейм. Такой Рома Дивиди. На самом деле, это такой псевдоним сценический. Вот, и... Бабушка такое, что, а что это за мужик такой? А он матом не ругается, типа, мол? А он ей говорит, нет, бабуля, в этой передаче он не ругается. А она, а что, другие смотришь передачи? Он там матом ругается? Пацанчик, когда смотришь, молча к чему? И говорит, нет, нет, он вообще матом не ругается. Он какой-то дудный мужик, типа. Вот, и... А матом я не ругаюсь, как известно. А матом я подчеркиваю, выражаю свои эмоции. Ну, кто-то скажет, что матом я разговариваю. Нет, я подчеркиваю свою эмоциональную, значит... Ну, вы поняли, свои эмоции, значит, матом. Вот вы видите, что я вообще, естественно, сделал какую-то карту, блядь, с игнёй Малокоролёвства. Карта этого... Как вы по волосилению колеса? Средиземлию, вот. Сдавайся, бобуль трус, с Д'Артаньяном. Так вот. Ну, ни хрена я раскатал, он мне сейчас тесто со сплошной. Бабушка говорит, да что это за мужик такой? Он говорит, он мне не нравится. И я начинаю, ребята, ржать. Бабулька говорит, он мне не нравится. Ты посмотри, у него в татуировках весь он... Это что? А, нет, он раскалывает. Смотри-ка, мужик на полках. Он мне не нравится. Говорит, это не на полках, это татуировки. Ну, в принципе, разница особо небольшая. Типа, это татуировки. А что это он весь на полках? Она опять... А он что? Типа... Вообще, что ли, какой-то ненормальный? Вам, скажите, или сколько рассказали в интернете всяких придурков? Насмотрите. Ух, я уже колбасака. Тестно сказать, я обладаю, прям, чувством юмора. Если бы я не умел смеяться на цене собой, я бы, конечно, оскорбился, наверное. Но так как у меня вражденное чувство юмора, я бы смеяться на цене собой, то меня абсолютно не обидело. А доставило. Я реально там жалую. Так вот, бабулька ему говорит, типа... Все это, типа, офигеня, мол, всякий пирог смотрите. Но когда она увидела рецепт пирога этого, начинку съела, где-то все готовили, культурно общаясь. Говорила. Она говорит, так, 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 мне это нравится. Давай, давай, давай. Типа вот так. Ну, и что там? Я... Ну, и все. Она им приготовила. Ночку своему. Такой пирог. Ну, они, конечно, там, не в курсе я, из чего его делали. Но, журя по всему, она купила и либо сделала тесто такое, слоеное. Ну, может, с обычного теста делали. Хрен их знает. Но суть в том, что, как бы, я потом пацанчику ее написал, говорит, спасибо, пожал вам видосом. Говорю, вот вообще, молодец, оператор, офигенно все снял. Говорю, а пирог-то какой приготовил? Говорю, вкусный бабушка. Пирог приготовила. Получилось, типа все. Очень понравился пирог. Кстати, ребята, я хочу сказать, что комментарии мне приходят не только на Ютубе там, да, но еще достаточно много комментариев я получаю в личку от вас. Сосиски. Достаточно много комментариев я от вас получаю в личку. Я, конечно, их читаю абсолютно все, но не отвечаю практически никому. Но читаю абсолютно все комментарии. Вот. И я вижу, что вам нравится, как я готовлю пирог, что-то там еще. Но на суп у вас мало как-то было реакции, какая-то маленькая была на приготовление супа. Не особо реакция, а вот пирог вам всем понравился, без исключения, абсолютно всем. Девочки вдруг активизировались, стали в личку писать. То есть раньше-то пацаны сейчас в основном писали, да, кто играет там в танки или там в Warface, я не знаю. Ну и кто, соответственно, попутно смотрит мой канал и остальные видосы. А тут девочки активировались и стали писать, ну же, ой, офигенный пирог, ты такой классный мужик, ты готовишь, как так? Ого, обалдеть! Так, что мужик готовил такая редкость, то вообще, ну а что, мне приятно. Тут теперь, ребята, все просто, берем сосиску, хватит из печки. Ха-ха! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та! Ха-ха! Шутка юнота. Так, ребятки, все очень просто. Сосиску я заворачиваю в тесто. И край теста нужно смочить, потому что мука и тесто не прилипает. Вот водой я смочил край теста, завернул его. Вот здесь находится сосиска, похожа на необрязанную пичку маленького евреечка. Вот такая вот хрень. Сейчас я их сделаю все 9 штук. Я думаю, что если останется тесто, то я закатаю себе, у себя, я закатаю сюда еще и сыр колбасный у меня есть. Обычный сыр я уже сегодня сожрал, остался только колбасный. Есть у меня паштет, есть у меня еще что-то, что не помню. Блин, что же есть, ребят? Есть у меня еще, сейчас скажу, что-то есть, но не помню точно что. Вот, включаем духовку. Духовку нужно включать и сверху, и снизу, на самую максималку. То есть максимальную духовку включаем, потому что тесто очень тонко раскатано. Вследствие чего, очень все быстро приготовится, буквально там за 15 минут, все очень быстро будет готово. Абсолютно скоростная такая готовка получается сегодня. Ну и дальше я приготовил, естественно, офигенный соус. Офигительный просто будет соус, очень вкусный. Вот так, сосиска здесь, сосиска там, нормально. Края у теста я специально не отрезаю, потому что я решил использовать все тесто. А, кстати, тесто очень вкусное, слоеное. Ну, оно, конечно, жирное, естественно, но оно действительно очень вкусное. Что я еще хотел сказать вам, товарищи мои дорогие. Ну, пока что, пожалуй, все. Вот, кстати, можно взять краешек сосиски, сделать крестообразный надрез на нем. И при запекании сосиска раскроется. Это просто чисто визуальный такой прикол, ну, чтобы дети ели. Кто, знаете, у детей бывает плохой аппетит, и дети не едят. Капризничество, комаривают вреднейших. А вот если приготовить вкусную такую прикольную шнягу, где сосиска раскрывается, ну, это, детей это забавляет. Детям это нравится, детям это весело. Кстати, в детстве я очень плохо ел. Кто бы сказал, да, кто бы своего, кто бы подошел. Плохо ел, да? Какое брюхо отраски. Плохо ел, увидите. Нет, действительно, в детстве я очень плохо ел. И бабушка у меня была, которая меня кормила, знаете как, уговорами. Она мне говорила так. Ромочка, давай так, сколько ложек ты съешь, столько спичек получишь. Спички. Валюта была такая, спички. Я просто любил жечь спички. Когда мы ходили гулять, бабушка мне позволяла жечь спички на улице. Но она предлагала еще другой вариант. Обменивать спички на копейки. Сколько спичек, столько копеек мне давали. Это было советское время, поверьте мне. В то время даже рубль, в принципе, был ощутимой единицей денежной. Даже на рубль можно было довольно много чего купить интересного и полезного, кстати. Но, тем не менее, на меня не жалели этих спичек, соответственно, копеек тоже. И я потом получал за съеденные ложки эти спички. И эти спички я мог либо сжечь на улице, играться при бабушке, ну, при присмотре. Либо там с дедушкой, который у меня тоже был, вот. Я мог играться со стычками и при их присмотре, скажем так. Где-нибудь идем в парк, где никто не видит, и я просто зажигаю их и кидаю их куда-нибудь там на асфальт или внушую-нушую. Пустую. Эти спички обменивали на еду, в смысле на еду, господи, почему они спички обменивали на еду, понимаете? Спички обменивали на копейки, на денежки, на копейки. А потесно приликло, как, а? Смотри-ка, какое хитрое и коварное песто. Как оно приликло. И я в детстве вот так вот вот халал, и меня вот учили так, ну, как учили, меня так кормили, скажем так. Мне было абсолютно аппетитно, мне делали всякие-всякие вкуснятины, а я ничего не жрал, я сахудыр. Маленьким заморенным мальчиком был до 13 лет. А потом я начал заниматься спортом и начал карбанетить, реально карбанет, это вообще конкретно. Начал набирать вес и стал вообще реально, кстати, толстым. У меня была пухлая морда, ну, у меня сейчас тоже пухлая морда, но тогда вообще пухляшка был такой. Мальчик пухленький был. Вот. Занимался я большим теннисом, занимался я дзюдо. Недолгое время я занимался боксом, совсем недолгое. Ну, дзюдо я посвятил очень много времени и большому теннису, соответственно, тоже очень большой теннис времени было посвящено. Вот. И, соответственно, если в боксе нужно было набирать вес, то, занимаясь одновременно теннисом, я сушил себя. И получалось так, что у меня, допустим, я жру, на теннисе себя сушу, на боксе тоже. И мне получалось идеальной фигуры, скажем так, для подростков. Очень жиристая, крепкая. Я лишний вес скинул, благодаря спортивным секциям. Хочу, чтобы надо купить велосипед и соцсоняться с кормом. Так. Еще осталось вес веса сиска завернуть. И можно будет подыскивать, наверное, какие-то кусочки сыра или еще чего-то, тоже заворачивать. Потому что, потому что тесто остается, совсем немного, но остается. Вот. Ну, а если я буду заворачивать сюда сыр, то я уже сделаю в качестве пирожков, чтобы начинка не вываливалась, соответственно. Вот. Еще одна сосиска есть, не расправляюсь. Самое, что я не есть, коварнейшим образом, я беру эту сосиску и заворачиваю вот в этот вот, вот в этот кусочек теста. Не буду я над ней извращаться, но отрезать ее уже не стану. Как у маленького мальчика пипич по еврейчикам. А просто завернув тесто, смочу его с водичкой, чтобы оно прилипло. Вот здесь, где была рука, чтобы оно прилипло. И не расщепили на стуковке. Вот так. Вот, как видите, здесь целый парад писюнов, целый парад сосисек готов, как говорится. Вот, смотрите, какая залубка получилась. Ну, в общем, 9 сосисек приготовлено. Теперь я возьму, у меня сосиски кончились. У меня есть еще ливерная колбаса и печеночный паштет. Я не буду их использовать сейчас. В данный момент я просто возьму колбасный сыр. И захреначу его в качестве корма, ну, как типа пирожки, короче, я сделаю. Просто берем кусочками, режем. И тупо делаем издор. Я не знаю, какие-нибудь пирожки тупо заворачиваем. Вот так. И все очень просто, на самом деле. Все очень просто, да заворачивается не очень просто. Блин. Шопа. Вот, кусочек сыра. Я завернул в тесто. Духовка разогрелась. Мне уже, ребята, реально жарко. Просто конкретно жарко. На кухне. У нас сейчас в городе 20. Ну, почти 20 градусов. По крайней мере, днем, когда я ходил за покупками, за продуктами в магазин. Да, в этот раз я не ездил в магазин. В этот раз я пешкодралом сходил в наш магазин, который находится недалеко от дома. Приобрел там продукты, потому что было лень. Лень вызывать такси, лень куда-то ехать. Мне хотелось по-быстрому все это сделать и не заморачиваться особо. Поэтому я сходил в ближайший супермаркет, так называемый. И приобрел там всяких разных пищевых продуктов. Пищевых, как ими, что-то бывает. Ну, нефти перерабатывающие, например. Вот еще один пирожок с сыром. Пусть я же не так. Я не знаю, что за хрень я делаю. Я думаю, в том случае будет вкусно. Я не знаю, кто как. Лично я люблю колбасный сыр. Особенно мне нравится колбасный сыр с майонезом, с чесноком. Если смешать, то получается довольно вкусная шняка. Блин, все тесто хреначило уже. Итак, как вы можете наблюдать, я сделал 9 маленьких еврейских пищек в тесте и 3 бесформенных пирожка с колбасным сыром в слоеном тесте это все дело. Сейчас я положу на эту решеточку и отправлю в духовку, которая уже разогрета до адовой температуры. Я еле вытащил тряпки вот этот лист, даже через тряпки прожигал ее руки. Ну, а сейчас, ребята, небольшой перекурчик. И мы приступим к изготовлению, как я и говорил, соуса. К сожалению, большого количества ингредиентов для соуса у меня не наблюдается в холодильнике. Там вообще, на самом деле, после развода мало что наблюдается в моем холодильнике, так как теперь приходится самому покупать продукты и следить за тем, чтобы холодильник был полон. В общем, я хочу, чтобы снова обо мне заботились. Место моей супруги вакантно, так что, девушки, если вы хотите себе мужа видеоблогера, алкоголика и распиздяя, то обращайтесь. Обещаю брошу пить. Сейчас допью и брошу, вот немножко, чуть-чуть. И все. Перекур. Ну вот, я и отправил, как говорится, Гагарина в полет. Наши сосиски с вами. Наши сосиски. И теперь я уменьшаю в духовку до 150 градусов. До 150. И теперь там это все дело будет жариться, париться, чалиться, готовиться. Извиняюсь, плиту не отмыл перед видеороликом. Мой косяк. Стеклона было оттереть. Но я просто никогда этим не занимался. Это мне простительно. Так. Сейчас я буду готовить, ребята, соус. Так, что же мне потребуется? Я просто буду сейчас, ребята, импровизировать. Уже известный вам кориандр. Осталось все чуток. Великолепно известная вам кофемолка, которую я превратил в хрень для измельчения чего угодно. Я прямо включаю перец с горошком и кориандром. Все подряд. Так. Я люблю порядок, поэтому я сразу все убираю на свои места. Ну, люблю-то я порядок, а вот живу я в бардаке. Потому что я в бардак очень умею наводить. Я умею свинячить. Поэтому специально, чтобы лишний раз не стирать, я надену сварточек. И начну приготовление соуса. Для соуса есть у меня вот такая вот тарелька. Только ваше. Что еще мне потребуется для соуса? Вилька. Один удар, четыре вилька. Так. С чего начнем? Начнем с того, что выдавим сюда майонез. Так. Майонез есть. Дальше. Горчица. Я не знаю, сколько... Сколько? Ой, Господи. Я не... Горчица. Я не знаю, сколько потребуется горчица. Потому что я не знаю, насколько она острая. Я ее хочу попробовать. Ох, хороша горчичка и три-тою медь. Горчица называется русская. Поэтому она такая острая. Я еще люблю горчичку с эстрогеном или с эстрагоном. Я же не думаю, как она называется эстроген или эстрагон. Нет, эстраген, это, наверное, гормон. Эстрагон. Вот. Это такое растение, такая специя, пряность. Горчичка с эстрагоном, она очень вкусна. Она слегка кисловатая. И совершенно практически не острая. Ее можно, грубо говоря, жрать, как кетчуп ложки на эту горчицу с эстрагоном. А вот такую русскую горчичку не дрем батон. Фу, мне жарко стало. Дальше. Надо измельчить, перемолоть кориандр. Я мельчу кориандр. Но чтобы не горчило, достаточно... Какой аромат нежный? Пол чайной ложки кориандра. Всего пол чайной ложки этого будет достаточно. Вполне этого хватит. Сразу на место убираем. Кочуцу с майонезом сразу же, чтобы не было никакого бардака. Потому что если я взгляду бардак, я вот там неделю убираться буду. Я думаю, что еще немножко сыра сюда колбасного натереть на тюрочке. Многие скажут, что это дешманская хрень колбасный сыр. Как ты его вообще можешь есть? Он невкусный, он гадостный и все прочее. Я расскажу, ребята, так. Я купил себе сегодня палку ливерной колбасы. Палку ливерной колбасы, печеночная называется. Она тоже очень дешевая. Я не знаю, мне лично очень нравится колбасный сыр. Ливерная колбаса. Это очень дешевые продукты. Я не знаю, почему мне такая дешмань нравится. Но действительно, это факт. Мне нравится вкус ливерной колбасы. Мне нравится вкус колбасного сыра. Я, конечно, люблю и другие сыры колбасы, но факт остается фактом. Несмотря на низкую цену, это довольно вкусные продукты. По крайней мере, я нахожу их вкусным. Кто-то скажет, что дрянь, но я не буду спорить. У каждого свои ощущения вкусовые. Лично я, у меня очень, 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 очень даже устраивает колбасный сыр. И ливерная колбаска очень вкусная. Кстати, я готовил, ребята, пирожки с ливерной колбаской. Я вам скажу, что это вещь отменная. Великолепнейшая вещь. Я обязательно как-нибудь их приготовлю. Кучу всего еще напихаю вовнутрь. Даже дрянь и ливерной колбасы обязательно. Сыра запихаю, яйца запихаю, еще чего-нибудь. Массу-массу ингредиентов запихаю. В начинку пирожки, скажем так. И вот это дело очень-очень вкусное. Господи, ну кто бы все это помыл, а? Девчонки, кто хочет мне помочь убраться на кухне, а? Пишите в личку. Я знаю, среди вас есть добропорядочные девочки с добрым сердцем, которые могут прийти и помыть мне посуду. Скажи, нашел дураков. Нам Мерседесы нужны девушки, созданные для того, чтобы получать цветы и подарки. А мужики созданы только для того, чтобы работать. Ну, так, по крайней мере, думают. Я в духовку смотрел, как там ведет себя хавчик. Ну, понимаете, ребята, девушки, многие говорят, мы созданы для того, чтобы нам дарили цветы и подарки, а мужики созданы для того, чтобы работать. Кстати, я давно уже в курсе, что многие девушки теперь думают так. На самом деле, очень жаль. Очень жаль, потому что настоящие истинные, ребята, ценности у нынешнего поколения девушек просто-напросто атрофированы. Настоящие ценности. Они отсутствуют. Это простейшие вещи, такие материнский инстинкт. Как говорится, помните, может быть, как декабристы? Жены декабристы за своими мужьями в ссылку пошли. Жены декабристы, которым разрешили остаться и жить в том богатстве, которое у них осталось в тот момент. Но жены декабристов бросили все и пошли за ними в ссылку. В Север, понимаете? К нам, сюда, в Морозяку. Просто представьте себе, какие были женщины. И что женщины себя сейчас на данный момент представляют. Просто действительно обидно, когда женщина начинает требовать себе шубые мерседесы, прекрасно понимая, что на них она не заработала. Это грубые шутки, я понимаю. Кого-то может обидеть. Но, в общем, все мы люди и все должны понимать юмор. Я вам, например, тоже люблю такие подарки. Но, я их от своих девушек никогда не требовал. Они мне их сами дарили. Ядрёно, варро, закуски добавили. Хорошо. И очень вкусно. Поэтому, где-то, по-моему, еще горчицы. Ох, не знаю. Меня уже фо бросает от того, как это аж продирает горчицу. Но я добавляю еще. Сыр. Комбасные протёрки. Горчица русская. Крайне острая. Крайне острая горчица. Майонез и молотый кориатр. Который подаёт лёгкий-лёгкий аромат. Даже несмотря на то, что здесь пахнут сыром и горчицей, майонезом, всё равно лёгкий-лёгкий-лёгкий, очень лёгкий аромат. Кориатр всё равно пробивается. И даёт свои вкусовые какие-то изыски. Такие маленькие изыски, блядь. Или изыски. Маленькие изыски. Ну, изыск. Ну, выпадет, короче. Вот это вот вкусная вещь. Вот этот соус. Нужно будет брать с сосиску в тесте. Сверху так чляк на неё наложил. Хорошо. Какой острый ядрён в воду. Даже не острый, а ядрённая получилась. Такая хрень очень вкусная. Вот горчица, например, вот разогревает. Ну, а теперь возьмём всё, вытрю со стола. Ну, и всё, можно сказать, порядок я моёл. Та-да. Вот такая в раковине посуды где-нибудь. Ну, да ладно. Буквально через некоторое время я достану уже готовые сочиски. И съём одну. Для того, чтобы продемонстрировать вам, насколько это вкусно. Та-дам. Так, ребята, настал час икс. Я приготовил то, что хотел. Получились сосисы в тесте. Сыр в тесте получился. Всё-то дело горячее, охренительное. Духовка будет взбывает. Сейчас я аккуратно всё-то дело выложу. Ау-ау-ау. Кипяток. Кудрел на нафиг. Бля, потом... Ах, как, как, больно болеть. Ох, ё-а-ау. Вкусняшки, вкусняшки, вкусняшки. Я приготовил. Я приготовил. Вкусненько, вкусненько. Ну что же. Как мы видим, блюдо полное, целиком, дополненное сосисами в тесте. Сосисы в тесте выглядят... Смотрите, как симпатичненько я сделал. Замахнатил вот тут хрень. Вот. Выглядит они вот таким вот образом. Где я кончики разрезал. Видите, как фигурно это. Ах, га-га-га-га. Ммммммммммммм. Горячо. Здесь у меня на тарелочке есть два уже остывших. Это сыр. Это колбасный сыр. Я макаю прямо в соус. Рома, ты хрюшка. Рома, ты дядя хрюша, блин, а не дядя Рома. Ну, Рома хрюша. Очень вкусно. Теперь настал момент попробовать сосисы. Какие-нибудь горячие все. Блин, хуй не возьми. Сперва я попробую без соуса. Ребята, как вам передать? Вы знаете, школьных столовых продаются на Киеве? Сосисы в тесте. У вас, где на вас, в гиоске на улице, курица-грибь, и там тоже такие сосиски продают. Да, в студенческих столовках продают такие сосиски. В таком есть разница большая разница. Я ведь готовил не из пирожкового, и не из... Как же он? Не из домного теста. Я готовил из слоеного теста. Это, ребята, уже совершенно другие вкусовые ощущения. Что уж тут говорить. Сосиска в тесте, понятно, вкусное дело. Будь-то вздохно, будь-то в обычном пирожковом тесте. Но! Но! Ребята, сосиска в слоеном тесте. Молоко в двойни вкуснее, если это не в двойни. Короче говоря, если вы поняли, да? Сосиска в слоеном тесте в два раза в две. Все, сосиска в обычном тесте. Все, сосиска в слоеном тесте в тесте. Хрень, так хрень. Хрень, так хрень. Пальчик я ближе. А кто сказал, что мужики готовить не умеют, а? Ну, дядя, я хлюшик, а? Раскатал слоеное тесто, завернул сосиску, сделал такой соус, просто блин, ну и байк не жалял. Сделал вкусный соус, слоеное тесто, сочистивший сироп. Ребята. Ну, это, скорее всего, получится не видеоблога «Жратвей», а просто видеоблог, где я размышлял, рассказывал вам просто интересную историю изучали, где я рассказал вам тоже несколько интересных мыслей высказал вслух. Скорее всего, получился видеоблог о жизни, в котором я просто приготовил эти замечательные сосисы в тесте и срок в тесте. «Ребята, какой аромат!» «Мне хочется еще жрать, но я пойду монтировать это видео и потом в микроволновке уже подогрею». Ну, кто-то скажет, а ты когда монтировать видео будешь, ты же можешь пожрать. Это все фигня, это все невкусно, потому что, когда ты жрешь во время работы, ты не чувствуешь вкуса. И это невкусно. Это просто поглощение пищи. С тем же успехом можно взять серый хлеб, белый хлеб. Грубо говоря, две булки, да? От одной кусать, а от другой кусать. Зачем, кстати, хлеба набрал в магазине столько, я тоже не понимаю. На одного мне сейчас куда столько. Вот. Блин. Ты любал. Так вот. С тем же успехом нужно просто хлеб жрать при просмотре или там в каком-то фильме, либо там при работе на компьютере. Допустим, как я работаю, отрабатываю эти монтиры, видеовлоги и все остальное. Можно жрать любую хрень. Во время отвлеченности у тебя языковые рецепторы, вот эти вкусовые рецепторы, они уже не срабатывают так как положено. Ты не чувствуешь вкуса еды поэтому. А чтобы разладиться едой в полной мере, нужно, конечно, жрать. Сиди за столом, отключив все из всех и просто мрать. И просто жрать. Смотрите, здесь была решетка с нижней стороны. Решетки вот такие вот остались. Полоски. Если на блюдо полосками вверх выложить, такой хрень на хрена приготовить. Приходу гостей просто напивать. Там же классный, по самом деле, готовится очень быстро. Я вам скажу, что, во-первых, это будет красиво. Во-вторых, это очень вкусно. И это очень быстро. И это довольно экономно. Допустим, каждому гостю по две сосисочки. Ну так, под пивасик. Просто пару сосисок. Под пивасик. Это пару упаковок там, допустим, нужно. Главное. При четыре, вам три-четыре человека, да, там. Пару упаковок сосисок и вот слоеное тесто. Очень быстро, очень вкусно. Я рекомендую. Роман Сергеевич, дядя Рома, рекомендует. Ну и, соответственно, нужно сделать соус. Куда это дело можно все макать или просто накладывать сверху, либо просто его жрать. В любом случае. Гарчица с майонезом, сыр, кориандр там. Это все очень просто, это очень быстро все. Махом все делается. И это недорого. Можно, конечно, заказать пиццу, но пицца выйдет в семьсот рублей. Да пицца и невкусная к тому же. Домашняя вкусная, но с ней возиться долго. А магазинная пицца, она невкусная. То есть, не магазинная из магазина, а в смысле доставы. Надо на доставку все делать. Ну, кто-то со мной не согласится, конечно. Но я считаю это аккуратная пицца. Я сколько раз заказывал, когда с пацанами пиво пьются и с мужиками. У меня дома. Сегодня где-нибудь мои видосы, там, прикалываемся, стебемся. Но я вам хочу сказать, что абсолютно это дело не благодарное. Пицца заказная. Больше денег тратишь, чем получаешь удовольствие от этой еды. Так что я вам хочу сказать, что пиво у меня заканчивается. И поэтому я пока магазин не закрылся, пойду-ка я куплю пивка и начну монтировать видео. Хотя пиво у меня еще есть в холодильнике баночное. Но это там же детский гусь. А я хочу белого медведя еще взять бутылочку. Вот. На сегодня все. Подписывайтесь на канал. Ссылка прямо вот здесь, где я готовил пирог, можете перейти и посмотреть, как я его готовил. Полтора часа приготовьтесь. Там очень долго, но очень интересно. Правда. С вами был Рома DVD. Ставьте лайки непременно. Чем больше лайков, тем соответственно будет больше просмотров. Делайте репосты в группе ВКонтакте. Мне нужны просмотры. Реально нужны просмотры. Если я увижу, что есть просмотры, являлся стимулом что-то новое, создавать что-то интересное и готовить и так далее. Ну и я понимаю, что я знаю. Обещал. Я уже долго и давно обещал DZ, DZ, DZ. Сейчас протрезвею. Завтра, послезавтра возьму DZ, обязательно сниму серию, а может быть две-два раз. Респонтирую постепенно и выложу очень интересные серии. Там будет новая локация, которую я буду обследовать. В DZ появилась новая локация. Возможно, найду что-то интересное. Возможно, пойду на полный сервер в одного и постреляю. Хотя, не уверен, что я долго протяну в одного на полном сервере. Посмотрим. Видно будет. Подписывай, лайк и репост. Всем пока. С вами был Рома ДВД. Увидимся. Пока.